Добрый день, друзья! У нас сегодня матч Спринг Кап на Мириане, в котором будут соперничать команды Титан и Лидер. Состав команды Титан Влад Струк Сергей Индюков, номер 7 Николай Моченый, номер 33 Александр Петрович, номер 1 Денис Хамчишин, номер 13 Вадим Барсук, номер 8 Дмитрий Коваль, 10 Денис Лысак и Василий Струценко Состав команды Лидер Вадим Пугач Евгений Русалим Антон Кадецкий Валерий Шипан Вадим Пятковский Денис Гунятов Валентин Анисимов Погнали по залогу Во, 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 во во optimize a выход один на один от команды титан и мяч забивает номер от команды лидер и мяч забивает номер 22 Антон Косецкий. Перехват лидера на чужой половине поля. Удар поворотом. Ребята не думают дважды над тем чтобы завершить атаку. Титан на чужой половине поля. Ошибка при вводе мяча из аута и титан с мячом. Лидер перехватывает мяч и забивает гол номер седьмой Денис Бунятов. Неожиданная потеря. Лидер мы видим постоянно в атаке. Каденский выполнял угловой. Команда Титан получает право на свободный удар. Прямый удар поворотом не идет поэтому нужен розыгрыш. Ничего пока что не получается у команды Титан. В атаке дальний. 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 Попытка пробить в ближний угол, но рикошет и... И команда лидер пробивает угловой. Своевременный выход галкипера Вадима Пугача предотвратил опасный момент у ворот лидера. И они начинают новую атаку. Длинный заброс неудачно. Выход один на один, но восьмой номер Вадим Барсук не смог переиграть вратаря, который занял хорошую позицию. Каденский бросает влево прорыв своего партнера. Очень хорошая индивидуальная техника и семнадцатый номер Валерий Шипан делает счет 4-0. Вадим Барсук неудачно. Очередная попытка команды «Титан» подобраться к воротам соперника была неудачной. И лидер начинает новую атаку. Дальний заброс, но не смог остановить мяч Пятковский. Удар поворотом со стороны Евгения Русалима мимо. Лидер разворачивает очередную атаку. Скорее всего, попытка дальнего перевода мяча неуспешна. Коваль перехватил мяч, но снова лидер с мячом. Дальний удар от Дениса Бунятова мимо ворот. Петрович. Срезался мяч с ноги у игрока-лидера. Не удалось команде «Титан» перейти в контратаку и снова мячом ладеет лидер. Преимущество этой команды достаточно комфортное. 4-0. Класс команды этой заметно выше, чем у соперника. Штанга от Вадима Пятковского. С мячом капитан Сергей Индюков. Штанга от Вадима Пятковского. Вратарь парирует опасный удар. Штанга от Вадима Пятковского. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ничем не завершилась эта потеря со стороны Титана. Лидер не смог реализовать выход. Три в один. Три в один. С Александром Петровичем. Продолжение следует... Барсук Петрович. Заброс на левый фланг. Но там отрабатывает в обороне Валерий Шипан. Ховальд с мячом. Удар поворотом, но справляется с этим мячом Анисимов. Пугач. Право на угловой получает команда «Лидер». Пугач индивидуально, но ошибка и фолл-фолл придержал соперника. Восьмой номер. Вадим Барсук. Антон Каденский готовится выполнить этот стандарт. Стенка всего лишь из одного игрока выполняет свою работу. «Лидер» продолжает владеть преимуществом, которое, пожалуй, на данном этапе можно назвать безоговорочным. И очередной опасный момент не удается завершить в команде в белой форме. Время! 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 Так судья ничего не скажет? На мяча нет ничего. Мы еще за мячом бегаем. Вратарь бегает. Мы хотим поиграть. Судья должен сказать, а не ты. Ну, если там был пусты, то туда сумму не спрячь. Не ты, кого-то. Что? Не тыкай. Да это уже игрок, как и ты. Что не тыкай? Сделай. Я скажу, тогда все. Давай, забегай мне! Чиро, стой! Чиро, стой! Чиро, стой! Оля, не расставляйся, а? Чиро, гусь-то встал уже! Попытка перейти в контратаку со стороны «Титана» ничем не завершилась. И теперь лидер. Штанга! Очередная штанга. Пугач прокидывал мяч мимо вратаря. Легкий был удар, но мяч попал в штангу. Шипан на Пугача. Еще дальше на Каденского. И хорошее замыкание в касание было со стороны Евгения Русалима. Но мяч прошел мимо ворот. Попытка начать атаку со стороны команды «Титан». Обрезка сразу же на своей половине поля. И справляется. Это... Лево, лево! Лево, лево! Хорошего! Кажется, он уже побил. Эй! Домой! Домой! Лево, лево! Домой! 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 Обыгрыш. Не переход в атаку. И лидер продолжает контролировать мяч, продолжает контролировать ситуацию на поле. Давай, давай! Шипан был с мячом, но потерял его. Очень хорошая атака была в данном случае со стороны команды «Титан». Но Петровичу не удалось завершить ее ударом-поворотом. Каденский. Шипан. Попытка перевести мяч на Каденского. И угловой. После удара Каденского. И угловой. После удара Каденского. Антон выполняет угловой, но мимо ворот. Прострельная передача оказалась не точной. Петро МНого. Сeka-каденского. Шипан вffe Gelroczak. Что Вы со мной это так роботаете? Шипан! Шипан в гром! Ну и угловный! Каденский убежал! О, Русик, Русик, ты что-то стыщешь? Русик, 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 Русик. Что там нового? Да-да, доступ прямо и так будет. А до этого было. Номер 17, Валерий Шипан получает желтую карточку за фол. И сейчас может быть прямой удар поворотом. Посмотрим, как этой стандартной ситуацией воспользуется команда «Титан». У мяча Дмитрий Коваль, 10 номер. Вся команда выстроилась в стенку. И стенка выполнила свою работу. Всего лишь угловую удалось заработать команде «Титан» в данной игровой ситуации. На этом команды уходят на перерыв. Есть возможность немножко отдохнуть. Перевести дух. Эй, дорогие полы. Все. Ты просто... Там до фона какой-то. Ну что? Время. Я забал! А, вау, тут. Я пробовал. Пошли-пошли, работай, работай. Готово? Саша! Играет музыка Играет музыка Играет музыка Продолжение следует... Итак, начало второго тайма. Команда лидер разводит с центра поля и организовывает очередную атаку на ворота Титана. Пугач с мячом. Не удалось обработать мяч Евгению Иерусалиму. Тищенко Петрович обыгрался с Ковалем и дальний заброс на Коваля. Была попытка удара в касании, но с фоллом, потому что нельзя бить вратаря по рукам. Пугач попытался завершить атаку пяткой. Было немножко авантюрное решение, поскольку ближний угол контролировался голкипером. Перехват от Пугача. Он с мячом сейчас. Каденский, Пугач, пас. И завершение атаки, но вратарь справляется в данном случае со своей работой. Каденский делает счет 5-0. Каденский, Пугач, 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 пугач. Каденский, Пугач. Великолепно пяткой завершает эту атаку Вадим Пятковский. Великолепно пяткой завершает эту атаку Вадим Пятковский. Вадим Пятковский. Хороший удар дальний от Бунятова и вратарь переводит мяч на угловой. Вадим Пятковский. Прострел восьмого номера Вадима Барсука был неудачным. В главу зарабатывает команда «Титан». Касание завершал эту атаку. 30-й номер команды «Титан». Накрывает лидер соперника сразу же в зародыше, разрушая атаку. Через дальний пас пытается «Титан» выходить в атаку. Сейчас перехват и выход один в два. Очень перспективно, очень перспективно. Но взял игру на себя Вадим Барсук и не смог переграть голкипера. Более того, он даже не попал в створ ворот. Жаль, момент был хороший для того, чтобы размочить счет. Наверное, лучший момент в данном матче, который мы видели у команды «Титан». Удар с острого угла, с которым вратарь справляется. Попытка выхода в контратаку. Ой, как хорошо играет десятка. Это у нас Дмитрий Коваль бьет поворотом, но немножечко, чуточку не попадает. Два уже подряд было момента у «Титана», где они могли размочить счет. И еще один перехват, и еще один перехват. Потеря концентрации наблюдается в последние пару минут у команды «Лидер». Они слишком многое позволяют сопернику. Но пока что «Титан» не может воспользоваться этими подарками. И снова опасный момент у ворот команды «Лидер». Вадим Барсук пробивал издали. Вратарь справился с этим мячом. Пугач на фланге. Был ответный пас на Владима Пятковского, но не точно. Тем не менее, «Лидер» с мячом. Угловой. Попытка прострелить. Барсук. Ошибается тринадцатый номер. Хаминич. Сразу же уходит на сменку. Прострел семнадцатого номера. Шипана замыкает двадцать первый номер. Пятковский. Очередная потеря. Сам выходит к воротам пугач. Конечно же, сам, сам, сам. И забивает гол. Счет в нашем матче становится уже 8-0. Голкипер начинает очередную атаку лидера. Ошибка, перехват, но «Ротарь» парирует удар. И еще один точный удар со стороны команды «Лидер». Седьмой номер – Денис Буято. Тайм-аут. Возможность подышать, восстановить силы. Перегруппироваться. Мы видим, что будет изменение в составе команды «Титан», поскольку на ворота собирается стать тринадцатый номер Денис Хаминич. Он одевает перчатки, думаю, не зря. Но к этим перчаткам ему, по идее, надо бы добавить еще и манишку. Как с этим дело обстоит, сейчас мы посмотрим. Не удалось поменять голкипера на этом тайм-ауте команде «Титан», поскольку манишки рядом не оказалось, соответственно, в ворота возвращается «Лад Струп». Нет адресата для передачи, показывает восьмой номер «Барсу». Угловой удар заработает в этой атаке команда «Титан». Хорошая техника от Каденского. А вот Денис Буятов не смог точно передать мяч партнеру и очередная потеря. Каденский, Русалим получает ответный пас от Шипана и забивает очередной мяч. Только дальние переводы остаются сейчас в распоряжении команды «Титан». Через короткий пас им сложно пробить оборонные редуты команды «Лидер». Набрал скорость, как хорошо Каденский. Передача на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не было. Попытка замкнуть прострел 17-го номера Шипана не увенчалась успехом. Мяч прокатился вдоль ворот, перехват, перехват и выход вдвоем на голкипера, но забирает мяч у нас Анисимов. Рюфоколин «Анисимов» «Новеррантер» «Анисимов». Пугач с мячом выходит на удар, но мяч пролетает мимо. Штанга со стороны седьмого номера Дениса Буятова. Перехватывает мяч Каденский, Буятов, еще один отбор со стороны команды «Титан», выход 3 в 1, удар поворотом, Анисимов забирает мяч. Пугач делает сброс, вернее Буятов делает сброс, Пугач бьет поворотом, но не точно. Моченый с мячом, очередная потеря. Головой замыкал этот прострел. Вадим Пугач на мяч прошел мимо. Аут у лидера разыгран. Русалим. Пугач на фланге. Дальний перевод на Каденский. В какой-то степени попытка успокоить игру. Но Каденский быстро возвращает мяч на чужую половину поля и получает ответный пас от вратаря команды соперника. Каденский. Плотный удар Пятковского. Пугач играет индивидуально, пробивает поворотом. И добавляет мяч девятый номер команды лидер. Очередной перехват от девятки, но не удалось замкнуть ответную передачу партнера. Каденский. Не точная передача на Пятковского. Это не меняет того факта, что команда лидер в атаке. Очередной удар поворотом. Мяч уходит мимо. Кипер дальним забросом пытается найти своего партнера по команде, но мяч не доходит до Вадима Барсука, до Дмитрия Коваля. Дмитрия Ковалин. Хороший удар. Со стороны Коваля, но Анисимов справляется с мячом. В принципе, за второй тайм Анисимов насобирал уже достаточное количество хороших сейвов. Минимум трижды он спасал свою команду. Коваля в атаке. Одного прошел, второго нет. Кугач отобрал мяч. И очередной хороший сейв в исполнении Анисимова. И очередной гол в исполнении команды «Лидер». Анисимов играет на выходе. Анисимов играет на выходе. Заканчивается у нас мяч. Матч. Последняя минута. Неудачная передача со стороны Валерия Шипана. И у нас заканчивается матч. Заканчивается он со счетом 12-0.